Здравствуйте, уважаемые родители! Мы продолжаем наши встречи. Сегодня, исходя из ваших пожеланий, из ваших обращений, мы начинаем разговор. Он будет не в течение одной встречи, в течение нескольких встреч. Мы пойдем, поведем разговор о прививках, о вакцинации ваших детей. Я понимаю, что этот вопрос достаточно спорный, этот вопрос очень дискутабельный, очень много различных материалов, мнений и так далее. И я не буду говорить вам, агитировать вас, пугать или уговаривать, или наоборот, уговаривать. Я просто буду с вами говорить о определенных фактах, о, скажем, своего рода положениях, а выводы вы будете делать сами, и, исходя из ваших писем, из ваших обращений, мы будем продвигаться по мере времени в углубление этого вопроса. Итак, что же такое прививка? Зачем она нужна? И почему, собственно говоря, вообще встал вопрос о вакцинации людей и детей в частности? Дело в том, что человечество всегда подвергалось воздействию тех или иных микробов, которые оказывали вредоносное и иногда смертельное воздействие на человеческий организм. И началась эта, ну так, немножечко история, чтобы вы поняли, что это появилось не случайно. В 16 веке в Европе болели и умирали практически все слои населения от оспы. Оспа была бичом Европы. Целые города, целые селения вымирали от этой болезни. Не щадило никого, ни крестьян, ни зажиточных людей, ни фермеров, ни кого. Даже цари умирали от оспы. Кстати, о царях все мы знаем, что есть, был такой император российский Петр Первый. Многие знают, что был такой император Петр Третий, ну хотя бы потому, что он был нужен Екатерине Второй. Но очень мало кто знает, что между ними был император Петр Второй, внук Петра Первого, сын царевича Алексея, погибшего в застенках Петра Первого. Он был императором всего год и в возрасте 17 лет он умер от оспы. То есть оспа не щадила никого, кроме одной категории людей. Это были доярки. Почему они не болели оспой? Потому что вирус оспы очень похож на вирус коровьей оспы, которые болеют коровы и который практически не опасен для человека. И пузырьки, содержащие этот вирус, располагались на вымени коров. И доярки, когда занимались своим делом, когда доили коров, втирали содержимое этих пузырьков у себя, переносили очень лёгкое недомогание, но организм человека запоминал вирус. И как только вирус, натуральный оспы, попадал в организм доярки, организм сопротивлялся и уничтожал этот вирус на ранней стадии. И вот один учёный, англичанин Дженнер, решил попробовать, что будет, если вести содержимое пузырька, взятой у коровы, здоровому человеку. Вёл это содержимое подростку. Через несколько дней он вёл содержимое пузырька, взятого от человека, болеющего натуральной оспой. И ребёнок не заболел. Так родилась вакцинация. И сегодня есть определённый набор заболеваний, которые могут защитить вакцинацию для того, чтобы не заболеть. Что вводится в период вакцинации? Есть две группы вакцин. Первое – это вводится ослабленный, очень ослабленный вирус. К таким прививкам относятся, ну, например, вакцина против полиэмилета. И организм достаточно легко справляется с этим вирусом. И когда он сталкивается с нормальным полноценным вирусом, он, организм способен защититься. И второй тип вакцин – когда вводятся убитые микробы. И эта вакцина содержит просто токсин, вырабатываемый этими вирусами. Ну, к таким прививкам относятся, например, к прививке против коклюша и дифтерии. И организм всё равно вырабатывает защитную реакцию в ответ на проникновение нормальных полноценных микробов, которые вырабатывают этот токсин. И организм готов защититься. И человек не заболевает. Эта реакция, вернее, это защитная реакция организма на проникновение чужеродного тела, чужеродного белка, называется иммунитетом. То есть введение вакцин, прививка от той или иной инфекции, способствует выработке иммунитета против этой прививки. Теперь давайте поговорим о том, что является причиной осложнений, могут ли они вообще быть. Ну, надо понимать, что в организм человека, в организм ребенка вводится чужеродный белок, вводится микроб, который сам по себе способен вызвать ту или иную реакцию организма. Поэтому есть определенные группы детей, которым либо нельзя, либо нужно вводить эту вакцину, очень осторожно понимая, что у ребенка может случиться осложнение. Это дети резко ослабленные, это дети с резко сниженным иммунитетом, и это дети, которые являются нездоровыми на момент прививки. Когда говорят, довольно часто я слышу, и ко мне обращаются родители с детьми, которые заболели после, вот их проблема серьезная, тяжелая, хроническая, развилась через некоторое время после прививки. Что же это было? На самом деле прививка вызвала эту реакцию. Даже исходя из того, что я вам сказал сегодня, нужно понимать, что сама по себе прививка способна вызвать только то заболевание, от которого она привита. И если ребенок после прививки полиэмилита заболевает полиэмилитом, это говорит в такой тяжелой форме, это говорит о том, что его иммунитет не выработался, организм не справился, и ребенок заболел. А вот если ребенок заболевает чем-то другим, скажем, у него обостряется аллергическая реакция, или у него вдруг появляется какая-то неврология, скажем, может возникнуть заболевание коры головного мозга или какие-то симптомы, которых раньше не было, это говорит о том, что эта ситуация у ребенка была. И вот здесь мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили на наших первых встречах. Мы говорили о том, что крайне важна ранняя диагностика. И если родители, врачи, педиатры, акушеры в роддоме и так далее, специалисты, сталкивающиеся с ребенком в первой неделе или в первый месяц его жизни, не обратили внимания на те или иные микросимптомы и сделали полноценную прививку, и ребенок вдруг оказался больным, это говорит о том, что эти симптомы просто не заметили, что ребенок был уже болен, что у ребенка была уже патология, и на фоне этой патологии введение вакцины, когда организм ослаблен и не в состоянии защитить себя, не в состоянии отреагировать на вакцинацию правильно, эта ситуация вызовет резкое ухудшение, резкое обострение состояния. Поэтому я настоятельно, вот сегодня моя задача объяснить вам еще раз о необходимости очень внимательно относиться к ребенку в течение первых месяцев его жизни и в случае обнаружения каких-то даже микроотклонений, минимальной симптоматики в развитии и ухудшений или каких-то отставаний в развитии ребенка, обращать на это внимание. И каждый раз перед вакцинацией ребенка нужно обращать на это внимание и советоваться с врачом очень подробно. Есть разные вакцины, есть вакцины ослабленные, есть вакцины щадящие и так далее, и так далее. Возникает вопрос, а зачем родить огород, зачем прививать ребенка, когда есть такой риск. Дело все в том, что прививка, она защищает ребенка от очень тяжелых, практически смертельных инфекций. И если все оставить, как оно есть, не дать ребенку защиту, очень большая вероятность встречи ребенка с вирусом, с микробом, который вызовет смертельные заболевания. И невозможно сказать, что да, сегодня, скажем, ОСПА побеждена. Да, наверное, в развитых странах, в странах Европы, в странах Азии ОСПА побеждена. Но мы не можем сказать, что нет вируса полимелита, что нет вируса дифтерии. Я уже не говорю про коклюз, туберкулез и так далее. Если ребенок даже ослабленный, даже совсем здоровый, даже с прекрасным иммунитетом столкнется с таким микробом, вероятность того, что он заболеет, практически равна 100%. А вот последствия этого заболевания может быть для ребенка катастрофически. Поэтому каждый раз родители, врачи, люди, отвечающие за здоровье ребенка, должны решать этот вопрос индивидуально, применительно, каждому конкретному случаю. И каждый раз стоит дилемма, что лучше, пережить осложнение после прививки, даже если оно случится, или пережить или не пережить тяжелейшее, по большей части смертельное заболевание для ребенка. Я говорю вам только о фактах. Я не призываю вас уходить в ту или иную крайность. Просто вы должны знать степени риска. В дальнейшем мы с вами более подробно поговорим о тех или иных прививках, о тех или иных случаях, о тех или иных заболеваниях, которые могут явиться противопоказаниями к прививке, и что делать в конкретных случаях, как защитить ребенка. Вот это будут общие рекомендации. А если вам нужно или вы хотите какой-то конкретики в том или ином случае, пожалуйста, есть координаты мои, есть координаты нашего центра, обращайтесь. Каждый раз мы будем с вами разбираться в индивидуальном порядке. Спасибо за внимание. Хорошей вам недели и берегите себя.